Ну, я понимаю, что в Америке люди в государстве разочарованы тем, что этот кризис вспыхнул и что этот кризис препятствует еще прогрессу по пути реформы, потому что на самом деле много прогресса было сделано. И тоже есть этот деликатный вопрос прокурора. На самом деле было бы гораздо лучше, если бы эти проблемы были решены до его поездки. И я надеюсь, что так и будет. А если не будут решены? Ну, я все-таки думаю, что наша правительство понимает опять, что Украина важна для Америки, что здесь, в Украине, в прошлом году-полтора было сделано много прогресса. И поэтому я ничего страшного не ожидаю. Но, безусловно, было бы лучше, если бы эти два вопроса были решены. Скажите, пожалуйста, Джон, а правда ли, что американские политики самого высокого уровня настоятельно рекомендуют украинскому руководству сделать все возможное для того, чтобы избежать досрочных парламентских выборов? Я не представитель своего правительства сейчас. Но я знаю, что в прошлом они считали, что это не было бы полезным для прогресса Украины. Но, в конце концов, это будет вопрос для украинцев. Скажите, а что нам ждать от выборов, которые в самих Соединенных Штатах сейчас в разгаре предвыборной кампании? Как может повлиять исход этой предвыборной кампании на отношение Америки к Украине? Я не имею никакого последствия на американско-украинские взаимоотношения от предвыборной кампании. Но есть кандидаты... Даже если Трамп победит? Но вы говорите о предвыборной кампании. Вы сейчас говорите о результате. О результатах, конечно. Я говорил только о кампании. Но, конечно, разные кандидаты имеют разные взгляды на вопросы американо-украинских отношений, на вопросы НАТО и безопасности в Европе. Я считаю, что или сенатор Круз, или бывший сенатор Клинтон ввели бы сильную, разумную политику в отношении России, в отношении Кремля, и тоже такую политику в поддержку Украины. Я думаю, что от нее, или от него, мы увидели больше поддержки, особенно в области безопасности. Если бы господин Трамп стал президентом, я не знаю, чего ожидать. Он говорит по-разному. Кажется, каждый день у него новая идея. И поэтому мы не знаем, какая идея будет сложиться у него, если он станет президентом. И если господин Сандерс станет нашим следующим президентом, в общем, он человек с левой стороны. И в общем, он человек, который не верит, я сказал бы, в нужную, ведущую роль Америки в мире. Скажите, а насколько сильны сегодня в Америке настроения в пользу того, чтобы вернуться к тому, что называется бизнес по-старому, бизнес as usual, имеется в виду Россия? Снять санкции, договориться, в том числе и по Украине? В Америке я считаюсь критикой администрации в отношении политики к России. Но я уверен в том, что президент Обама хочет, чтобы Россия отступала от Украины. Чтобы Украина забрала обратно, чтобы Украина взяла обратно оккупированный район Донбасса. И что наши, я сказал бы, довольно хорошие политики санкций остаются. И я считаю тоже, что в последние, все следующим летом, но через несколько месяцев, наверное, санкции, как сказать, возобновляются, продолжаются. Продолжаются.